Здравствуйте, с вами Андрей Лобанов. И сегодня в нашей передаче мы поговорим о кундалини-йоге. В предыдущих роликах мы разобрали классическую йогу, крия-йогу. И вот сегодня мы поговорим о современных пониманиях, наверное, которые многих на слуху, кто практикует, все хотят кундалини-йогу. Что это такое? У каждого свои представления об этом. Давайте попробуем разобраться об этом. Итак, человек представляет собой систему. Систему из многоуровневых структур, которые вложены в образ матрешки. Мы используем для этого. Одна в другую вкладывается. И в каждой имеет свою функцию. Эта функция обеспечивает особое строение каждой матрешки, ее информационные содержимые. Все вместе они образуют энергоинформационную среду, которая как раз то, что мы называем сознанием, сознанием этой системы, то есть одного конкретного человека. Это включает в себя очень много разных параметров. И, соответственно, эти информационные среды, они между собой взаимодействуют и устраивают вот это вот общее состояние. Ну, чтобы система функционировала, чтобы она могла развиваться, это развитие, оно связано, как правило, с тем, что человек подсоединяется к вселенской, материнской системе. Если этого не происходит, то он находится, в общем-то, в слабой позиции. И жизнеспособность его очень ограничена, потому что он должен где-то получать ресурс из внешнего мира, но не напрямую получая его от вселенной, потому что он не выполняет правила, которые универсальные, заложенные во вселенском пространстве, то есть в мироздании. И поэтому он сам себя обкрадывает. Чтобы получить необходимый ресурс для развития, особенно в практике йоги, когда человек начинает с каких-то более простых элементов, когда он осваивает асану, когда он осваивает дыхательные упражнения, он постепенно, если он развивается, то он начинает приходить к пониманию и необходимости изменения информационного содержимого, то есть внутреннего сознания. То есть трансформация сознания – это главная цель системы йоги, как науки. Ни асаны, ни дыхания, ни какие-то поддержания своего психофизического организма на неком уровне, что невозможно без связи с другими структурами, если мы представляем, что вложение вот этой матрешки, мы только используем методы для восстановления или для поддержания только лишь одной матрешки, то этого недостаточно. Даже этот уровень психофизического организма требует энергии. Ну а мышечную энергию мы получаем из пищи, мы ее получаем из каких-то движений, из взаимодействия с энергиями, которые представлены в этом материальном мире. Но система, она не только этим питается, да, она как бы многоуровневая, в ней есть энергетические специальные ресурсы, ментальные структуры, которые именно взаимодействуют с сознаниями, как внутренними информационными средами, так и с внешним, с большим миром. И оттуда, как раз, происходит взаимодействие. То есть вот это вот взаимодействие на уровне взаимопроникновения информационных сред создают новые качества, качество сознания индивидуума. Из этого вытекает формирование каких-то тонких слоев, как бы человек начинает восходить. Вот для этих слоев требуется энергия другого порядка. То есть это уже недостаточно просто, скажем, пищи, недостаточно каких-то взаимодействий с водой, с природой, с огнем и так далее. Это нужны уже более фундаментальные источники энергии, которые нужны для преобразования вот этих более тонких измерений внутри нас. Поэтому как раз и требуется особый вид йоги, которая дает возможность связаться с вот этими генераторами тонких структур, которая формирует возможность человеческой системы переходить на другой способ взаимодействия с миром, то есть получать энергию из некого, скажем так, универсального источника, то есть пустотного состояния. То есть во всех системах есть это понимание пустоты, или шуния, блаженства, которое оттуда выходит. Это тьма вещей из тьмы, из некого китайское понимания. То есть вот это некое что-то, или то, что физики называют, это физический вакуум, который является источником силы энергии из этих частиц, отрицательные, положительные частицы физического вакуума, которые при определенных условиях катализатора, они начинают свою какую-то реакцию, которая воспроизводит проявление этой энергии. Для этого есть особые условия, которые в человеческой системе тоже созданы в виде этих особых центров. Центры чакры в единическом лексике обычно используются, и центры сознания. Эти центры сознания или чакры, они как раз не все способны активировать вот эту жизненную силу, и эту жизненную силу дальше можно перемещать. Чтобы ее перемещать, она должна быть подготовлена, целая система, вот эта вторая матрешка энергетическая. И поэтому есть промежуточные такие стадии подготовки к этой практике, к логической практике, к поднятию этой энергии. Она носит название кундалини. Как раз мужское и женское начало соединяются вместе. Есть очень близкое понимание наших ученых, открытие положительной и отрицательной частицы, физического вакуума, которые должны быть каким-то образом соединены, активированы, и дальше они должны пробуждать в себе некую третью силу, которая будет перемещаться куда-то. Для этого очень важно быть подготовленным к тому, чтобы, если эта энергия пробудилась, она должна пойти по правильному пути, то есть, чтобы был очищен этот путь. Поэтому крия, здесь вот предварительно мы говорили на предыдущей нашей беседе, а крия йоги, то есть, это то, что подготавливает пути, и они касаются пранического носителя в данном случае. Поэтому есть три базовых йоги, которые используются в том, чтобы эти пути очистить, использовать макро-йогу. В нашем случае в системе йога лам мы используем три йоги, как крии, которые помогают через воздействие на разные носители получить вот этот эффект очищения. То есть, макро-йога, микро-йога или гомеопатическое воздействие и нано-йога, то есть, это йога волевого, эквивалентное, скажем, волевого намерения или то, что эквивалентно раджи-йоге, то есть, волевой йоге. И благодаря этим навыкам мы получаем возможность управлять праной, жизненной силой, направляя эти йоги на то, чтобы осваивать сначала пранаяму на уровне внешней пранаямы. Это как раз то, что относится сначала дыхательные упражнения, появление задержек, комхак, управление перемещением банками, использовать физические носители для того, чтобы создавать условия для перемещения внимания с помощью действий, которые мы создаем в теле и аккумуляции некого внимания в той или иной области. А потом дальше идет уже непосредственная практика очищения уже траекторий, траекторий, по которым эта активность должна перемещаться, активность жизненной силы. И это уже относится к внутренней пранаяме, уже внешняя пранаяма – это как бы некая подготовительная, начальная часть, а внутренняя – это как раз, когда мы используем уже здесь уровни психического дыхания, когда внимание и воля перемещается по уже созданным, открытым для человека каналом в праническом носителе, не в физическом теле, а в праническом носителе. А для этого нужно перейти из физического тела в пранический носитель, не просто в воображении, потому что воображения этого недостаточно, мы не способны это сделать. Воображение будет действовать только в функциональном уме, то есть воображая. А для того, чтобы действие было в реальности, Нам нужно соединиться с этими структурами, то есть быть в них. То есть идет как раз состояние йоги, соединение с этими носителями. Это важная часть, самое главное, потому что многие, почитав какие-то источники, там нужно представить это, вообразить это, и вот это воображение. И просто дальше какие-то упражнения делаются дыхательные. Но этого недостаточно, они не встречаются вместе, потому что ум находится в одном измерении, тело в другом измерении, а между ними как раз вот эта самая главная часть, она выпадает. То есть мы с ней не встречаемся. И вот чтобы с ней встретиться, нужно как раз сделать правильный переход из физического носителя. Для этого мы используем как раз направление гомеопатической или микро-йоги на стратегические мышцы, которые формируются вдоль позвоночника. И они, в общем-то, формируют траектории, траектории, пути, движения, повторяются, проецируются на них пранические каналы. И если мы изучили, исследовали, очистили сначала сухожельно-мышечные каналы, то есть стратегических мышц, которые находятся вдоль позвоночника, непосредственно находятся вблизи с ним, так называемые опорные мышцы или тонические мышцы. Когда мы с ними, их уравновесили, с ними встретились, соединились, мы можем переходить на траектории проецирования пранических каналов. И после этого идет уже непосредственная работа с праническими каналами. Их очищение, то есть крии, это то, что подготавливает правый и левый канал, и выходит на срединный канал. В итоге мы формируем такую форму подготовки очищения. Но потом этого недостаточно, потому что на пути вот этих вот каналов, главных, центральных каналов, есть некие пробочки. Пробочки, которые представляют из себя, так можно сказать, завихрения такие, центры сознания. И вот в них как раз собрана та информация, которая может быть искаженная. То есть она неправильно воспринимает или притягивает информацию и энергию из внешнего мира и создает неправильную турбуленцию этих. Она может быть в противоположном направлении закручиваться, она может создавать пробки непрохождения вот этих вот потоков. И для этого требуется как раз коррекция. Коррекция уже на уровне вот этих вот структур, центров сознания. И это требует особых технологий, особых подходов, которые относятся подготовительным к крии. Такие подготовительные крии для крии центрального канала, крии вот этих центров сознания, которые готовят пути пробуждения из генератора, там нижних центров. Генераторы начинают, если специальными технологиями пробуждаете, и они начинают куда-то идти, и они, если встречают пробку, то они начинают ее как бы сжигать. То есть идет такая аннигиляция какая-то. И происходит вот это воздействие, которое по взаимосвязи с этими структурами, она отражается на состоянии организма. И человек начинает болеть, потому что у него, скажем так, на каком-то уровне блокировки происходит, контакт сгорел, да, то есть, соответственно, происходит отключение какой-то части его организма, там, какие-то структуры ментальных, и происходят сдвиги, поэтому это могут быть в сторону либо физического заболевания, либо психического заболевания, при неправильной работе с этой йогой. Поэтому это не просто механические какие-то воздействия, там, как многие сейчас рекомендуют, сделать асаны, и вот там прыгать с насилием над собой, совершать какие-то действия, прыгать там, ударяясь пятой точкой о пол, чтобы поднять эту энергию вверх, пробка в потолок, это не проходит. Это связано как раз с тем, что человеческая система связана со вселенской системой. А вселенская система живет по законам, своим законам, универсальным. Поэтому человек должен сначала привести себя в соответствии с этими законами. Только тогда у него будут шансы, что эти пробки, или неправильная информационная среда, которая погружена в человека и соединена с ним, она может рассосаться, то есть очиститься, то есть это с помощью этих КРИ. И тогда есть возможность, что это энергии, которые вы будете запускать особым способом, особой технологии, которые как раз относятся уже не к внутренней пранаяме, а к высшей пранаяме. Вот этот образ змеи, который там вокруг члена завернута, это три с половиной оборота, какая-то символическая такая картинка. Ее можно, конечно, представлять, но это будет в уме. На самом деле все это не так. И когда вы начинаете активировать некую жизненную силу, не привязываясь к этому образу, ну, кого-то, может быть, это образ вдохновляет, но, собственно говоря, это не совсем так. И когда он начинает двигаться, то есть это проявляется реально в каком-то действии, то есть это невоображаемом, а в реальном. Ощущение жжения, ощущение горения, перемещения тепла, просто даже горения. И он должен двигаться. Если мы не освободили ему путь, то вот чревато определенными серьезными проблемами у человека. Поэтому к этому нужно относиться достаточно серьезно. К этой практике идет такая длительная подготовка через крия йоги, через изменение сознания, прежде всего, подготовка сознания, которое должно быть готово вот к этому уровню функционирования с новым видом энергии, которая начинает генерироваться и поддерживаться. Он не для того, чтобы получить больше удовольствия, больше съесть, больше выпить, больше заниматься сексом. Нет. Это как раз для того, чтобы трансформировать сознание и существовать в рамках уже вселенской жизни. Это более серьезная и ответственная йога. Так что вот, размышляйте на эту тему. Спасибо за внимание. До следующей встречи.